Во время Оно возвет Иисус очи и видев яком нот народ грядет к нему Глагола к Филиппу Чим купим хлебы да едят сии Се же глаголыше искушай го Самбо ведеш и что хотяше сотворите Отвещай ему Филипп Двемастома пенись хлебы не давлеет им Да кожда их мало что приимет Глагол ему иди на тученики го Андрея брат Симона Петра Есть отрочище сдиедин И жимать пять хлеб ячменных И две рыби Но сич то суть вселико Речей же Иисус Сотворите человеки возлещи Бежит трава много на месте Возлежи оба мужей числом яка пять тысяч Прияд же хлебы Иисус И хвалу воздав подади учеником Ученицы же возлежащим Також держи от рыбу И лика хотяху И яка насытишися глагол учеником своим Соберите избытки у круг Да не погибнет ничто же Собраши же И исполниши дванадесяти Коша у круг От пяти хлебечменных Иже избыша ячим Человец же видевши знамени Иже сотвори Иисус Глаголаху Яка сесть в истину пророк Гряды в мир Христос воскресе Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры Сегодня среда, 25 мая И сегодня мы с вами читаем Евангелие от Иоанна Читаем главу шестую С пятого по четырнадцатый стих И сейчас давайте с вами найдем это место В русском переводе Нового Завета И послушаем, как звучат Сегодняшние евангельские строки На современном нам с вами языке Иисус, возведя очи И видев, что множество народа идет к Нему Говорит Филиппу Где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его Ибо сам знал, что хотел сделать Филипп отвечал ему Им на двести динариев недовольно будет хлеба Чтобы каждому из них досталось хотя бы немного Один из учеников его Учеников его Андрей, брат Симона Петра Говорит ему Здесь есть у одного мальчика Пять хлебов, ячменных и две рыбки Но что это для такого множества? Иисус сказал Велите им возлечь Было же на том месте много травы И так возлегло людей числом около пяти тысяч Иисус, взяв хлебы, воздав благодарение Раздал ученикам своим А ученики возлежащим, так же и рыбы, сколько кто хотел И когда насытились, то сказал ученикам своим Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало И собрали и наполнили двенадцать коробов кусками От пяти чменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали Это истина тот пророк, которому должен прийти в мир Вот такое ангельское чтение сегодня Святая Церковь предлагает Нашему вниманию И вновь сегодня мы с вами являемся свидетелями Вот этого чуда, чудесного насыщения народа Святые циталкают это место Говорят, что Господь совершил это чудо Свершая это чудо, не требовал У народа, ну, какого-то Особого проявления их веры Хотя, читая Евангелие, мы с вами часто это видим Что Спаситель прежде, нежели Твори, что-то сотворит Он бы спрашивал людей Верешь ли ты, как ты веришь, действительно ты веришь И смотрел в сердце человека Почему же здесь такого нет, тем более, когда столько вот много народа Почему так вот, такое массовое знамение было Вот отцы толкой объясняют это так Говорят, что то, что люди уже шли за Христом А другие евангелисты нам описывают то, что народ Оставлял дома свои, брал семьи с собой И шел нисколько не заботясь о пропитании Настолько им хотелось быть рядом со Христом И слушать слова Его И вот одно это является свидетельством веры вот этих людей То есть мы видим, что люди эти были, они готовы к принятию вот этого чуда Потом еще, что здесь нужно подчеркнуть Видим, что чудо происходит как некая благодарность Бога людям Они оставили все и пошли за Христом И Господь не оставляет их без помощи своей Это очень важный момент, его необходимо подчеркнуть Потому как мы с вами очень часто в жизни ропщем на то, что нам кажется Будто бы Бог нам не помогает, как-то вот особенно в нашей жизни не действует А с ним сами себе вопрос, а что мы сами для него делаем? Мы подобны ли вот этим людям, которые оставили дома свои и пошли за ним? К сожалению, чаще всего мы сможем отрицательно ответить на этот вопрос Так что здесь, что называется, все в наших руках А тут мы видим, Господь видит множество народа И, как здесь нам, да вот некие подробности описывает евангелист Иоанн Который был сам и свидетелем, и участником этого чуда Мы видим, что Господь обращается к Филиппу Филипп, по мнению святых отцов-толкователей Здесь в данный момент является одним их, что ли, наиболее немощных вере Ну, по сравнению, видимо, с другими апостолами И вот Господь желает его именно привлечь к этому событию Чтобы он был, ну, что ли, наиболее подробным свидетелем от этого силу Знал какие-то особенности И вот обращается к нему и говорит Что где нам купить хлебу, чтобы их накормить? Понятно, что здесь Спаситель обращается к Филиппу не как Бога, как человека То есть он как бы спрашивает, будто бы то, чего не знает Хотя, несомненно, как Бог всеведущий, он знает все Он знает, что будет дальше, он знает, что собирается сделать Конечно, он же понимает, что не нужно здесь ни покупать хлеб И ни откуда-то там, ни у кого-то его просить Но, как мы дальше видим в 6 стихе Говорил же это, испытывая его Испытывая Филиппа, проверяя его веру Чтобы Филипп мог сам себя увидеть в этой ситуации Да, сам знал, что хотел сделать А что же Филипп? Филипп отвечал ему Им на 200 динариев недовольно будет хлеба Чтобы каждому из них досталось хотя понемногу Совершенно справедливо здесь замечает апостол Действительно, по человеческому рассуждению Чтобы прокормить такое большое количество людей Нужно очень много денег Как он правильно говорит, что 200 динариев – это огромная сумма Что даже если вот это им где-то взять Хотя им, которые оставили все и пошли за Христом Было взять негде, у них своих денег не было Тем не менее он рассуждает Говорит, что даже если бы у нас столько было Если бы мы даже где-то сейчас смогли найти Чтобы столько нам хлеба продали И то не хватит на всех, чтобы все как-то насытились Ну что ж, здесь Филипп проявляет свое Некоторое неверие во Христа Как во всемогущего Бога То есть здесь он, видимо, никак не может сообразить Что когда рядом с ними Христос То им заботиться совершенно не о чем Хотя, с другой стороны, нам как раз подчеркивается Еще вот эта нестяжательность апостолов У них нет каких-то запасов Нет как чего-то там сохраненного Чтобы этим пользоваться, нет Они идут за Христом, полностью доверившись Ему Вот в таких ситуациях как раз проявляется Недостаток веры их То есть видим, что Филипп здесь рассуждает По-земному, по-человечески Дальше Один из учеников его Андрей, брат Симона Петра Говорит ему, то есть Господу Здесь у одного мальчика пять хлебов И чмены, две рыбки Но что это для такого множества? Апостол Андрей здесь показывает веру Более совершенную, нежели Филипп То есть он говорит, что да, учитель у нас есть Некоторое количество пищи То есть вот есть мальчик, есть, видимо, там Продавал, может быть, он эту еду Ну вот у нас вот есть вот столько-то, столько-то Ну разве этого хватит? То есть здесь, как толкователи говорят Андрей рассуждает таким образом Вот если бы у нас было, мол, больше То это большее можно было сделать еще большим Да и тогда каждому бы досталось понемножку То есть здесь он верит, что спаситель Может совершить это чудо Но он здесь сам смущает себя тем, что очень мало у них есть Ему кажется, ну если вот всего вот пять хлебов И две рыбки, ну как это приумножить? А там огромное количество людей Пять тысяч мужей, не считая женщин и детей Для чего спаситель это все дело попускает здесь? Вот эти подробности Количество хлебов Вот это вообще недостаток, что ли, пищи для всех Для одной единственной цели Чтобы мы точно знали, что действительно ничего не было И то, что потом люди насытились Это явилось не следствием того, что где-то вдруг нашли у кого-то Огромные запасы пищи Нет, вот ну как, все исследовали У всех спросили, еды нет И вот тогда Господь уже делает то, что делать собирался Сказал, велите им возлечь Кому он сказал, велите? Апостолам своим То здесь они совсем, кстати, только-только Вернувшись с проповеди Где Господь их посылал по двое по разным городам и весям Израиля То есть здесь они уже, можно сказать, имеют некий вид начальствующий Хотя это начальство не то, что какое-то административное, властное Нет, только здесь народ, идущий за Христом, уже знает их как ближайших учеников И люди здесь уже готовы доверять апостолам И вот они идут, соответственно, да, и народ по определенным группам на этой траве рассаживают Возлегло людей числом около пяти тысяч После этого Господь взял хлебы и воздал благодарение, а после этого раздает ученикам Но то, что взял хлеб, воздал благодарение, показывает, что его вот эта молитва, обращение к Богу Отцу Здесь Спаситель показывает, что то, что он делает, оно во всем согласно с волей Бога Отца Чтобы никто не подумал, что он там будто бы как-то ворожит, колдует Какую-то магию здесь, не знаю, при помощи бесов использует, нет Вот оно, видим, благодарение Богу Что еще, кстати, здесь эти отцы подчеркивают Здесь Спаситель учит нас, что и мы прежде всякого приема пищи должны воздавать благодарение Богу Понимая, что все, что мы имеем, все нам дает Бог Соответственно, и мы должны у него и попросить разрешения, скажем, вкушать еду И, конечно же, не забыть после этого поблагодарить его Дальше Господь раздает ученикам Почему сам не пошел раздавать? А для того, чтобы ученики были как раз участниками этого чуда Чтобы вера в них, она все больше и больше развивалась Чтобы они видели, что вот оно как Когда они с Господом, то и через их руки происходит вот это чудо Что и произошло? Ученики начинают раздавать возлежащим И хлеб, и рыбу видят, что в их руках-то все чудесно приумножается А после этого видим, что все насытились Ну и для того, чтобы не было сомнения, что насыщение произошло истинно, а не как-то призрачно Господь повелевает ученикам с ним пойти и собрать у всех куски Каждому дается по определенной корзине, да, коробу Вот видим, что здесь упоминается 12 коробов И вот они каждый идут, собирают недоеденное И набирают 12 полных коробов остатков Кусков от пяти чменных хлебов, да, и двух рыбок Что видим, что действительно произошло чудо Произошло чудо творения Здесь Господь являет себя как творец Из ничего появляется что-то А что же люди? Люди, видевшие чудо, стверны Иисусом, сказали Ты истинно тот пророк, которым должен прийти в мир Но здесь мы видим, что вот эта человеческая масса Показывает себя далеко не с лучшей стороны Видим, что что их убедило в том, что Господь является посланным Богом? Накормили их, хлеб им дали Ни слова Христа, их как-то вот невидимо как-то до конца не задели Ни еще какие-то действия Вот именно что дали им? Хлеб, вот это их особенно поразило И вроде бы подвигло их на эту веру Но мы с вами понимаем, что вера, которая основана вот на таком На таком плотском интересе, она имеет очень мало ценности Вот такое Евангелие сегодня мы с вами прочли Братья и сестры, помоги на Бог его помнить Напоминаю, что читали мы сегодня с вами Евангелие от Иоанна Шестую главу с пятого по четырнадцатый стих Напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания Ежедневно хотя бы по одной или по две главы Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok